привет настроение какое-то такое покритиковать что-нибудь причем так серьезно покритиковать а то все привыкли наверно к тому что в каждом ролике я восхваляю какой-нибудь альбом очередной ну я повторю еще раз я уже говорил что я конечно восхваляю потому что я показываю пластинки которые стоят у меня в шкафах шкафах раз два три 4 5 в пяти соответственно их много конечно а я покупаю только те пластинки которые мне нравятся поэтому ругать я их не могу те пластинки которые я ругаю их у меня просто нету дома поэтому кажется все одинаковое и кажется что мне вообще все нравится нет нет совсем не все нравится есть масса групп которые вызывают меня тошноту ну такую не физическую но моральную и я просто не могу их вообще не перевариваю делается плохо но вот покритиковать я решил вот этот альбом сегодня beatles for sale beatles это вообще не группа и не поп-группа это музыкальные боги на мой взгляд и я слушаю beatles много десятков лет получаю огромное от этого удовольствия и считаю что это ну можно сказать что лучшая музыка двадцатого века может быть может быть может быть и нет но может быть и да борис гривенщиков сказал кстати меломан знатный вот это меломан меломанища с таким багажом наслушанности всего вообще на свете то есть вот если кто является музыкальной энциклопедией то это он я его знаю много лет и не вру знаю о чем говорят вот он однажды сказал о beatles что beatles это как моцарт только лучше я могу подписаться кстати говоря под этими словами если разбирать именно музыку именно мелодии гармонии beatles то здесь и довольно много звездных композиторов двадцатого века к этому присоединятся не только я какой-то такой дилетант да очень серьезные люди так считают так вот beatles for sale 1964 год пластинка очень двоякая вызывает у меня ощущение с одной стороны здесь много шедевров таких вот просто шедевров шедевров песен которые ну останутся в веках это точно я не знаю правда понятие век как как изменится в наших головах связи с тем что время у бы ускоряется стремительно просто ускоряется с каждым годом она несется все быстрее и быстрее связи и связи с развитием технологии и и связи со звездами не побоюсь этого слова и вообще совсем и я же не буду сказать к библии подходить по поводу конца времен и всего такого прочего но как-то ощущение дикой скорости она есть поэтому я скажу что останется в веках а что такое эти века мы посмотрим в процессе так вот здесь есть ну действительно шедевральная песня совершенно например every little thing песня которые не так часто упоминают как-то в связи с хитовостью из раскрученностью как из грандиозности но every little thing это одна из просто жемчужин действительно это настолько интересная и как всегда у beatles и одновременно и сложная и простая вещь и так она почему я произнес фразу это как моцарт только лучше да потому что моцарт как раз писал такую музыку которая в принципе сложна но так проста для восприятия так легка и так 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 радует она такая солнечная и радостная что про то что она сложная как ты даже забываешь то же самое с beatles то же самое с every little thing вот эти переходы на рефрен начало простенькое а на рефрен уход в мелодии совершенно неожиданные как-то так раз но и кажется что это все логично и здорово и хорошо и расклад голосов очень интересный следующее i don't want to spell to spell the party та же самая история начало почти рок-н-ролль на я почти квадратная а потом раз и все раскрывается просто песня расцветает и так это неожиданно так здорово то просто шедевр я не говорю про и должен уик знаковый номер просто тут и говорить не ничего все знают все любят всем нравится все здорово это не греет о том что это попса какая-то которая всем нравится да как как я не червонец чтобы всем нравится да я не долго чтобы всем нравится а это никаких червонец никаких долларов Просто выплеск какой-то музыкальной энергии, музыкальной ткани, которая пришла с неба, откуда-то прошла через Леннона и Маккартни и прилетела к нам. Если на первую сторону посмотреть, то No Reply, начало альбома, это просто сразу уже покупает тебя с потрохами. No Reply, вот эти грандиозные, опять сначала нежно, тихонечко, спокойно, а потом на No Reply такой взрыв, такой удар, так записана тарелка Ринго Стара, и ударные, такой не микрокосмос, а макрокосмос просто от ударных Ринго Стара, от баса, от этого всего, и голоса, конечно, и голоса пошли, тут нечего и говорить. I'm a loser, песню Леннона, почему-то считают, опять же, критики считают, что это олицетворение, ослухотворение усталости Джона Леннона от уже в 64-м году, от популярности, от бесконечных концертов, от всего-всего, от этой суматохи шоу-бизнеса. Я не чувствую тут никакой усталости, а мы луза, очень все, по-моему, бодро и хорошо. Никакого усталости, никакого уныния я здесь абсолютно не ощущаю. Baby's in Black, чудесная песня. Вот в Amalusa и в Baby's in Black, кстати говоря, если обратить внимание на гитару Харрисона, я не говорю, даже обращать внимание не на его соло, короткие, короткие, точные, с придуманной фразировкой, больше которой навертивать ничего не надо, накручивать. Она абсолютно, абсолютно эти соло, они логичны, и они по месту. А вот здесь на его, в Amalusa особенно, на то, что он играет под голосом, на его бенды, на его подтяжки, вот эти там, там, как звучит у него гитара, и как это все на месте, каждая нотка, там он берет одну ноту, две ноты, но так красит сразу песню все вот этими своими двумя нотами, что не каждый гитарист так сможет сделать. Каждый гитарист навертит в 28 раз больше, обязательно, обязательно, обязательно. А здесь просто, не от того, что он не умеет, он уже к тому времени достаточно много чего умел. Но как он чувствовал песню, как он чувствовал материалы, все работает на песню здесь. Вот что кайфово в Битлз, что все работает на песню. Музыканты могут сыграть в 10 раз больше, но нет. Главное не то, как ты играешь, а главное, как звучит в целом эта песня. Но страшное разочарование для меня, страшное, которое просто... Так вот слушаешь первые три вещи, все отлично. Потом, о, боже мой, что же такое, что, как так можно? Это рок-н-ролл-мюзик Чака Берри. Вот эта тонкость, язвительность, музыкальность, не побоюсь этого слова, песни, песен вообще Чака Берри. Почему он стал так дико популярен, и почему его песни так размножены, так растиражированы, все их хотят сыграть, всем интересно. Как сказал один музыкант, хороший, авторитетный, остерегайтесь музыкантов, которые не умеют играть песни Чака Берри. И он был прав. Потому что они настолько тонкие, все его рок-н-роллы, все его, там, Джонни Биг Гуд, все рок-н-ролл-мюзик, вот это же самое. Они не лобово сделаны, они ироничны, с юмором, саркастичны, и музыкально очень, с ритмом он очень работал точно. А Битлз из рок-н-ролл-мюзик сделали Леннон в основном. Сделал просто какой-то панк-рок. Я очень люблю панк-рок, но не до такой степени. Не до такой степени. Я очень люблю Sex Pistols, но не до такой степени, как рок-н-ролл-мюзик в исполнении The Beatles вот здесь, на этом альбоме. То есть из тонкой песни, ритмичной, с этими карибскими какими-то штучками, со сменами ритма, со сменой вот этой вот ритмической структуры, вдруг такая прямая шпала. Нет, это здорово. Я обожаю Леннона, старика. Ну чего же так это. У него отличные свои песни. Практически все. И он очень любил рок-н-ролл. Самое-самое-то интересное, что... И любил музыку Чака Берри. Но так ее зафигачить, вот так вот уплотнить, вот так вот раскатать ее. Ну, не знаю, белым людям нравится. Я, наверное, не настолько белый человек, чтобы мне такая музыка нравилась. В принципе, я люблю такую музыку, но я лучше послушаюсь и культуру. Если уж на то пошло. Вот. Так что рок-н-ролл-мюзик меня, конечно, подкосило здесь. В этом смысле Rolling Stones, кстати говоря, умели делать песни Чака Берри и Мадди Уотерса и кого угодно. Они прекрасно понимали вот эти тонкости все ритмические. Хотя эти парни тоже все понимали, все знали. Но им казалось, что так лучше. Ну, я могу понять, на самом деле, потому что на волне успеха там предыдущих альбомов и вот этой дикой славы, там, после Плес Плизми, после The Beatles, там, после Харда Знайт особенно, уже понеслось, просто все понеслось. И чтобы вот это неслось дальше, вот так вот от души все это и сделано. Но мне не нравится вот эта штука. Ничего не могу с собой поделать. То есть, Rolling Stones играют классические блюзы и классические рок-н-роллы лучше. Тут можно со мной спорить. А можно и не спорить. Сказать, а, Рыбин все ничего не понимает. Follow the Sun очень даже здорово. Очень хорошо. Маккартни молодец. Зато Мистер Монлайт какой-то просад. Какой-то просад. Хотя Маккартни старается изо всех сил. Поет все здорово. Но это не тот соул, который мы хотели бы... Который мы любим. Все-таки это не до соул какой-то. Ну, зато изумительное его соло на Хамонтаргане. Из двух аккордов. Чудесное просто. Сразу стало легче. Сразу вот эти попытки петь такой а-ля соул. Нет, все там... Ноты, все спето, все здорово. Ну, вот чего-то нет. Что-то не хватает. Ну, потом два аккорда на Хамонте. Ну, нормально. Все хорошо. С юмором, с тонкостью все получилось. Ну, зато... Зато Канзас-Сити Маккартни выдал так, как надо. Все стало на свои места. И слава богу, все получилось. Говорят, что... Пишут, точнее, что Маккартни не мог никак спеть Канзас-Сити, потому что очень сложная мелодия. Ее надо громко... Она громко поется, открытым горлом, высоко. И там еще сложно. Все-таки все это надо пропивать. У нее не получалось никак это сделать. Но в это время Леннон выходил куда-то там на лестницу покурить, или я не знаю, что там, выпить что-нибудь. Вошел и говорит... Старик, ты просто кричи изо всех сил, и все получится. И Маккартни изо всех сил, как дал, и все получилось. Канзас-Сити идеально. И там Ее, вот эти все, которые... Вот Ее, там получилось лучше всего вообще. Там просто... Ой, какой кайф! Вот две вот этих штучки... Ее-е-е там... Просто the best. Просто класс. Хорошая вещь, чтобы закрыть первую сторону альбома, где был просад вот на рок-н-ролл-мюзик. Мне, кстати, не нравится. Единственная пластинка Леннона, которая мне не нравится, это рок-н-ролл. Где он записал свои любимые рок-н-роллы. Видно, что человек любит, знает, умеет, но подача у него... Ну, подача у него своя. Нельзя сказать, что не та, та или не та, да. Она своя. Вот эта подача в рок-н-ролле, как-то мне... Как-то она мимо меня. Хотя я обожаю. Я говорю, я обожаю. Я этих парней обожаю и слушаю вечно. Ну, дальше. Eight days a week. Я уже сказал, что это шедевр. Да? Все. И голосовое, и мелодические, и все дела. Все есть. Вот Wars of Love уже как-то, не знаю, как-то не очень она. Какая-то она вялая, мне кажется, потому что у Бадди Холли она другая. Она все-таки... Ну, так неправильно говорить, потому что у автора всегда свое видение, свое исполнение. Но как-то она немножко неправильна, что ли, я сделал, не знаю. Honey Don't. Ringo Starr. Есть Ринго. Я обожаю его голос. Он молодец. Все здорово. Про две следующие вещи я уже сказал. И последнее Everybody Thinks To Be My Baby в исполнении Джорджа Харрисона. Нет претензий. Все прекрасно. Ну вот, покритиковал, что мог, на что меня хватило. Beatles for Sale. Замечательный, на самом деле, альбом. Замечательный просто. А критиковать мы все мастера. Мы знаем это про себя. Есть у каждого такая штука. Пошел.